Я рад, и для меня огромная-преогромная честь оказаться здесь и пообщаться с вами в столь важные мгновения в вашей жизни. Я надеюсь, что вы приоткроете дверь и впитаете все в себя. Поздравляю вас! Да, поаплодируйте себе! Вы стоите в авангарде знаний и здравого смысла. Вы новая волна в обширном океане возможностей. По ту сторону двери вас ждет мир, голодный до новых предводителей и новых идей. Я был там в течение 30 лет. До чего она дикая кошка? Она будет птереться о ногу и мурлыкать, пока ты не возьмешь ее на руки и не начнешь ласкать ее, а потом вдруг их врежет тебе по роже. Порой будет непросто. Но это не страшно, ведь там подают мягкое мороженое. С дрожжей. Думаю, именно эта мысль я пытаюсь донести до вас. Иногда полезно плакаться. По жизни вас будут сопровождать страх. Но это вам решать, насколько часто. Вы можете всю жизнь воображать себе привидений, тревожить за свой будущий жизненный путь. Но на этом пути будет все, что творится здесь. И решение, которое мы принимаем сейчас, основано либо на страхе, либо на любви. Многие из нас выбирают себе путь из чувства страха, замаскированный под полезность. То, что нам действительно хочется, кажется недостижимым и несбыточным, поэтому мы не осмеливаемся просить это у Вселенной. Поверьте, я живой пример того, что у Вселенной можно это попросить. Пожалуйста. И если ваша просьба не сбывается тот час, то это лишь потому, что Вселенная в данный момент занята выполнением моей просьбы. Жди своей очереди. Мой отец мог стать величайшим комиком, но он не верил, что подобное возможно. Поэтому поступил весьма консервативно, он выбрал теплую должность бухгалтера. И когда мне было 12 лет, его уволили с этой теплой должности. И нашей семье пришлось перебиваться случайными заработками. Отец научил меня многому. И далеко не последним уроком стало то, что можно облажаться в том, что тебе не понутру. Поэтому следует попытать счастье в том, что тебе нравится. Но он научил меня не только этому. Я мог видеть то, как любовь и чувство юмора отца меняли мир вокруг меня. И я подумал, вот то, что я хочу. Вот то, на что я буду тратить время. Все было незадолго до моей актерской карьеры. Люди приходили к нам домой и встречал 7-летний мальчик, выбрасывающийся с высокой лестницы. Они спрашивали, что случилось? И я отвечал, не знаю, давайте посмотрим автор. И я забирался наверх лестницы и спускался за медленной съемки. Семейка была очень странной. Мой отец часто хвалился другим, что я не был куском ветчины, я был живой свиньей. И в моем таланте он видел свой второй шанс. Когда мне исполнилось 28, я уже 10 лет был профессиональным комиком, в один из Лос-Анджелеских вечеров я понял, что цель моей жизни – избавление людей от забот, как и у моего отца. И когда я это осознал, то увековечил свое увлечение в виде церкви свободы от забот. Церковь СОЗ. И я посвятил себя этому служению. А каково ваше служение? Как вы сможете помочь миру? Чем ваш талант сможет их обеспечить? Вам следует осознательно. Как человек, уже сделавший то, что вам только еще предстоит, могу сказать вам из своего опыта, что влияние, которое вы оказываете на других, это самая ценная валюта из всех. Все, чего вы добьетесь в жизни, со временем умирает и становится прахом. И останется лишь то, что было в вашем сердце. Мой выбор освобождения людей от... Мой выбор освобождения людей от забот возвысил меня до небес. Посмотрите на меня. Посмотрите, каковы мои возможности. Куда бы я ни пошел, меня захлестывают эмоции, когда приходится так выступать, ибо это просто фантастика. Я делал что-то, что заставляло людей раскрывать себя передо мной с самой лучшей стороны. Сейчас я на вершине горы, и единственное, от чего я так и не освободился, это я сам. И именно с этого момента поиски моей сущности стали глубже. Я думал, кем бы я мог бы быть без этой славы? Кем бы я стал, если бы не говорил людям то, что они хотели услышать? Или не оправдал бы их ожидания? Что бы было, если бы я не заявлялся на вечеринке в маске Морди Грасс и отказывался бы усеять свою грудь кучей бус? Дам вам время на то, чтобы позабыть об этом образе. Но у вас такая огромная фора, вы уже знаете, кто вы. И тот покой, к которому мы стремимся, лежит за пределами личных качеств. Восприятие других людей, придумок и притворства, и даже затраченных усилий. Вы можете вступить в игру, сражаться в войнах, играться с любимыми образами. Но для настоящего умиротворения необходимо сложить оружие. Ваша нужда к призванию может сделать вас невидимым для этого мира. Не позволяйте ничему загораживать тот свет, что исходит из этого образа. Рискуйте быть замеченным во всем своем великолепии. Не слишком большая. Эта картина неспроста такая большая. Она называется «Высокая видимость». Она подразумевает прикосновение ко свету и смелость быть замеченным. Хитрость в том, что тут всех привлекает этот свет. Тот, что сверху, считающий, что счастье в бессознательном и предлагает сделать глоток из бутылки, которая тебя опустошает. Ниже нее — страдание, которое презирает свет, не выносит того, что у тебя все хорошо и желает тебе одних бед. Под ним находится королева бриллиантов, которой нужен король, чтобы достроить свой карточный домик, а также пустота, которая карабкается по твоим ногам с мольбами. «Не бросай меня из-за того, что я предал себя». Даже самые близкие к вам и самые любящие, те люди, которых вы больше всего любите, увидят, как чистота будет противостоять времени. На эту картину у меня ушло тысячи часов. И когда я ее закончил, да, спасибо, тысячи часов, которых мне не вернуть. Ни за что не вернуть. Я так долго трудился над ней, неделями напролет, словно умалишенный стоял на строительных мостиках. Когда я ее закончил, один из моих друзей сказал, смотрелось бы круто в виде светящейся картины. И я начал все заново. Добро пожаловать на фестиваль Burning Man. На картине изображены сумасшедшие персонажи, но лучше пусть они будут там, а не здесь. В живописи я нахожу избавление себя от забот, способ восстановить мир посредством умственного, духовного и физического совершенствования. Но даже при наличии всего этого наступает чувство божественного неудовлетворения. Ведь в конечном счете, мы не те воплощения божества, которые мы создаем. Мы не кадры на киноленте. Мы свет, который сквозит. Все остальное лишь дым и зеркала, которые отвлекают, но не обязывают. Я часто говорил, что желаю людям реализовать свои мечты о деньгах и славе, дабы они поняли, что они не помогут достичь чувства полноценности. Как и многие из вас, я хотел выйти в этот мир и делать то, что выше меня, пока кое-кто умнее меня и не разъяснил мне, что нет ничего выше меня. Моя душа не заключена в рамке моего тела. Мое тело ограничено безграничностью моей души. Единое поле чего-то пустого. Единое поле чего-то пустого, танцующего без какой-либо причины, разве что ради комфорта и саморазвлечения. И как только у вас случится этот сдвиг, вы не будете чувствовать мир. Мир будет чувствовать вас. Он заключит вас в свои объятия. Я всегда начинаю сначала. У меня есть кнопка перезагрузки. И я давлю на нее постоянно. И если эта кнопка будет исправна по жизни, ваш разум не создаст ничего более наглядного. Фантазия всегда пишет сценарии, как хорошие, так и плохие. И эго всегда будет стараться удержать вас в сложной системе вашего разума. Через глаза мы не просто созерцаем, но и проецируем наши домыслы, дополняя ими картину, которую мы видим перед собой постоянно. Страх пишет этот сценарий, и его рабочее название звучит как «Меня никогда не будет достаточно». Возможно, вы посмотрите на меня и подумаете, а есть ли у нас надежда на достижение таких же высот, Джим? Сможем ли мы нарисовать картину размером больше нашего дома? Как тебе удается парить на такой высоте без специального дыхательного аппарата? Это голос вашего эго. И если прислушиваться к нему, то всегда найдется кто-то лучше тебя. Чего бы ты ни добился, эго не даст тебе почивать на лаврах. Оно будет твердить, пока ты не оставишь после себя на планете нестираемый след, пока не достигнешь бессмертия. Насколько же коварно наше эго, что оно соблазняет нас перспективами чего-то, что уже у нас есть. Итак, я лишь хочу, чтобы вы расслабились. Такова моя работа. Расслабьтесь и помечтайте о хорошей жизни. Когда я учился во втором классе, моя учительница родом из Ирландии говорила моему классу во время утренней молитвы, что если ей что-то нужно, что угодно. Она молит об этом небеса и в итоге получает свое. А я сижу на задней парте и думаю, моя семья не может позволить себе мотоцикл. Я пришел домой и помолился, пообещав, что взамен буду читать молитву с четками каждую ночь. Обещание все же нарушил. Но две недели спустя, придя из школы, я обнаружил дома новенький мотоцикл «Мустанг» с банановой обивкой сидений и удобным рулем. Из грязи в князи. Позже моя семья рассказала мне, что я выиграл мотоцикл в лотерее, на которой мой друг вписал мое имя, в билет не предупредив меня об этом. И подобное с тех пор случается со мной постоянно. Я могу сказать, что все дело в том, чтобы рассказать Вселенной о своем желании и работать над ним, не думая о том, в какой форме оно может сбыться. Ваша задача заключается не в том, чтобы понять, каким образом это с вами случится, а в том, чтобы распахнуть дверь в своей голове, и когда распахнет дверь в настоящую жизнь, пойти в нее. И не бойтесь пропустить свою очередь. Всегда найдется другая открытая дверь. Они постоянно открываются. И когда я говорю, «Все в этой жизни делается не с тобой, а для тебя», я не знаю, правда ли это. Я лишь делаю обдуманный выбор, чтобы воспринимать испытания как нечто ценное, чтобы в дальнейшем преодолевать их максимальной пользой. У вас будет собственный стиль. В этом и есть свое веселье. И да, почему бы так же не положиться на веру? Полагайтесь на веру. Не на религию, на веру. Не на надежду, а на веру. Я не верю в надежду. Надежда объединяет. Надежда проходит сквозь пламя, а вера перепрыгивает через него. Вы готовы и способны творить прекрасные вещи для этого мира. И как только вы выйдете из этих дверей, перед вами будет лишь два пути. Любовь или страх. Выбирайте любовь и никогда не позволяйте страху настраивать вас против своего веселого сердца. Спасибо вам большое. Для меня это огромная честь. Спасибо. 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 Спасибо.